Служебная деятельность сочинской полиции в целом получила достойную оценку руководства управления. Служащие ряда подразделений были отмечены медалями и грамотами. Знак подсчета в том числе получил и участковый отдел полиции Хостинского района Владимир Новиков. Находясь в гостях, он стал свидетелем возгорания соседнего дома и спас, по сути, главу семьи, отца семерых детей. Из огня вынесли детей, вывели их мать, которая и сказала, что в доме остается ее муж. О произошедшем майор не рассказал. Коллеги узнали от очевидцев события. Я, чтобы под руки попалось, накинул на себя, чтобы, который там строительный, скажем так, материал горел, он начал капать, и чтобы как-то не обжечься. Там уже его на входе, как бы я лежачим увидел, наверное, наглотался дым у этого, ну, вытащил его оттуда. Примеров достойного выполнения служебного долга и просто человеческого немало и в рабочих буднях сотрудников управления, говорит его руководитель Василий Умнов. Но не всегда они становятся достоянием общественности. В этом и заключается профессионализм деятельности подразделений ведомства, работа которого строится сегодня на взаимодействии всех структур. Подводя итоги оперативно-служебной деятельности за отчетный период, следует отметить улучшение оперативной обстановки в структуре преступности. И задача полиции, спецслужб, прокуратуры, администрации, еще плотнее совместная работа по искоренению тех фактов, которые иногда появляются в нашем городе, и не допускать возврата в прошлое. Высокий профессиональный уровень сотрудников внутренних дел отметил и глава города Анатолий Пахомов. Это подтверждено проведением в Южной столице целого ряда мероприятий с большим скоплением людей. Обеспечение безопасности во время таких событий – важнейшая задача, с которой успешно справляются подразделения УВД. Очень достойно личный состав полиции сработал во время новогодних и рождественских праздников. В целом, не только губернатор, но и президент Российской Федерации оценили работу Сочи на отлично. По оценке самих гостей курорта и жителей города, город Сочи по безопасности в стране находится на третьем месте. Но если взять, что первые два города, которые впереди находятся, это закрытые города, а город Сочи – это курортный, гостевой город, то мы с вами просто молодцы, жители это оценивают. Приоритетными же направлениями в работе ведомства на ближайший год по-прежнему останутся обеспечения безопасности, в том числе и при проведении международных мероприятий, а также профилактика. Большее внимание, подчеркнул глава ведомства, будет направлено на раскрытие и пресечение правонарушений.